Всем доброго времени суток, друзья! С вами Макснап, и это 19-я часть нашего с вами прохождения Painkiller Overdose, или Painkiller Передозировка на сложности травма. Играем мы без карт. Это уровень Долина Призраков. И как вы видите, у нас здесь, как всегда, наш старый добрый замес. Конкретно. С этими чуваками нужно разбираться как можно быстрее. Видите, мы в тупике в неком. Нам просто отсюда не дают выбраться. Ещё всякие тут мелкие прыгают, какая-то хрень. Также ведьмы здесь есть, арбалетчики. Давайте их попробуем вынести как-нибудь побыстрее. Куда ты не стёшься? Наше здоровье 22 единицы на 141 единицу брони. Так. Одному в черешню зарядили. Не знаю, конечно, с дробовика в них вообще не резонно, по-моему, шмалять. И по щитам из ракетницы тоже. Но вот если сзади нет, тогда они разлетаются в мясо просто. Это только если попасть в нужное место. Так. Чё у нас здесь не ломается? Никакого секретного места тут нет? Нету. Ну ладно. Посмотрим, чё у нас здесь есть. А у нас здесь замес. Видели, как вовремя среагировал? Так. Там буквально пару секунд и всё. Нужно было бы перезагружаться. Так. Наше здоровье 22. Там наверху находится здоровье или броня, я не помню. Оно там секретное, короче. Так. Здесь мы запрыгиваем. Обнаружена секретная область. Ну там вроде броня, там здоровья нету. Хотя я бы не сказал, что уровень прям такой харккоровый, чтобы мы нуждались в здоровье. И в броне у нас броня в принципе нормально. Да и ладно. Думаю, здесь её оставим и проведём всё дальше. Может быть дальше нам дадут какое-нибудь нормальное здоровье. Так. А где тут выход-то? А, вот здесь, да? Куда нам идти-то? Стрелка показывает идти вон туда. Давайте же сюда пройдём. Так. И вот у нас небольшой дворик. Так. Вот повылазили со всех щелей. Видите? Так. Интересно, у нас путь отхода назад есть? Или там стоит стена? Я бы развернулся бы посмотреть, но видите, противники совсем... Спереди на нас нападают. Так. Да, есть путь отхода. Значит, мы можем отойти назад. Нам в принципе повезло, что он есть. Так. А вот то, что у нас нет патронов, нам... Я бы не сказал, что нам повезло. Так. Но у нас зато есть одноглазый череп, который бьёт лазером по местным монстрам. И довольно-таки нормально бьёт их. Так же бабку-ревуху разнесли. Так. Кто там ещё остался? Арбалетчик. Давайте его вынесем тоже. Всё. Скопытили мы арбалетчика. Так-так-так-так-так. Трупак. Интересно, здесь не будет тех чуваков, которые кидаются трупами? Или будут? Очень бы не хотелось, чтобы они здесь были. Но зато здесь есть ведьмы и другие чуваки. И мы, по-моему, в углу... Да, нас зажали в угол. И из этого угла нам нужно выбираться как можно быстрее. Сейчас мы будем, наверное, перебегать от стороны в сторону. Тем самым уменьшая противников. И не давая им нас зажать в угол. Так. Вот ещё один придурок надо... И у них слабое место это живот, который торчит у них. Выпирает пузо у них прям такой мамон. Вот по нему надо, короче, шмарять. Или замораживать их и разносить. Чувачок, беги сюда. Так, не повезло чувачку. Зато нам повезло. Что нас вообще не завалили. Так, давайте посмотрим, что у нас здесь есть. Есть ли у нас здесь здоровье хотя бы или броня какая-нибудь. Ну, что-то в этом роде. Так, у нас здесь есть ящик с боеприпасами. Отлично. А ещё что есть? А вот ещё какие-то ведьмы тут стоят, да? Давайте их развесём тогда. Наверх бы хотелось посмотреть, что там. Это плохой показатель. А это может означать одно, что этот уровень не слишком тяжёлый в прохождении, на сложности травма. Но, знаете, в этой части паникиллера, я уверен, что это поправимо. Наверное, найдутся уровни потяжелее, хотя их осталось совсем немного. Но мы всё же, я думаю, ещё попадёмся на такие уровни. Так, наверху там, похоже, ничего нету. Ничего нету. Давайте, значит, спустимся вниз. Здесь мешочек с золотом. Вернее, горшочек. Так, кто там появился? Призрак. Давайте пропустим этого призрака. Сейчас он полетит за нами, и мы спрыгнем. Стратить на него время не очень хочется, поэтому... Так, и мы с вами, походу, попадаем в комнату Пыта. Так, здесь у нас ведьмы и какие-то допрашиваемые... Я вот читал где-то в истории, что в Средневековье преступников допрашивали на всякие... И на них применяли всякие пытки, дыбы там и прочие. Вот, это, видимо, что-то типа из истории взято, какие-то пыточные камеры, короче, пиковые дамы типа, и игольные дамы. То есть это такое приспособление в неё преступника. То есть такой типа гроб вертикальный или горизонтальный бывало, и вертикальный, короче, в него вставили преступника в смердительные рубашки. А внутри, короче, этой дамы были штыки. И на двери тоже были штыки. И эти штыки, короче, располагались настолько правильно, что преступник не умирал в быстрой смерти. То есть имелось в виду, эту пиковую даму закрывали, мелкие штыки протыкали преступника. И именно протыкали его не в жизненно важные органы, а где-нибудь мимо. То есть там, я не знаю, в мышцу или там в руку, там в ногу. И преступник мучился, умирая от кровотечения. Там 3-4 дня, я не знаю, там 5 дней, может неделю. Но такие вот пытки, я вот читал про них немного. Ну и в принципе вам здесь пересказал. А я что-то чекпоинт проскочил, ну да ладно. Обойдемся без него. Так как у нас здоровье 10, я в принципе не уверен, что мы без него обойдемся. Но все-таки мы должны постараться выжить. Я пока здесь заговорился, потерял немножко здоровья. Ну да ладно. Главное на вот эти хрени не попасть. И не попасть ни на единый снаряд противников. Если мы попадемся, то нам придется просто переигрывать. Так. Давайте размесем остальных противников. И посмотрим, что у нас. А вот еще секретное место. Секретная область. Так она незаметно была здесь спрятана. И мы все-таки нашли небольшой кубок. И также впереди у нас есть небольшая единица здоровья. Давайте ее обязательно возьмем. Посмотрим, что у нас там есть интересного. Также это, походу, предпоследний замес. Так. И там у нас впереди тоже есть противники. Давайте с ними разберемся. Так, вроде разобраться у нас с ними получилось. Это неплохо. Тут еще видите какие-то грибы есть. Сказочные домики. И там все такое. Ну, надо было эту локацию назвать Сказочный лес. Наше здоровье 30%, 78 брони. И этот уровень подходит к концу. Что здесь можно сказать? Уровень был достаточно неплох. Мы почти с вами ликвидировали 300 противников. Но это все же не конец уровня, да? Вон, предпоследние персонажи пытаются отстоять, защитить свою локацию от нашей напасти. Но у них, походу, это не получается. Так. Опять этот вихрь. Давайте не будем на него, наверное, попадаться. Так, 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 так. Ну что ж, друзья. Вот и подходит к концу наша... 19-я часть нашего с вами прохождения. Пейнтиллер. Овердоз. Или пейнтиллер на сложности. Травма. С вами был Макс Нап. Увидимся с вами в 20-й части. И... Всего доброго, друзья. Продолжение следует...